Как проголосовать за достояние Урала? Какие кадровые изменения произошли на Северском трубном заводе? Кто победил на Лыжной России? Читайте на второй и третий полосах. Ты что, мы с тобой так никогда не делали? Возмущался мозг Ветрова, когда он первый раз встал на сноуборд. Как заводчанин укращал доску и тело? Читайте на странице 4. Даже если боишься, пробуй. Вставай на лыжи и сгоры. Ольга Карпенко рассказывает о своем увлечении горными лыжами на странице 5. На шестой полосе история Сергея Марченко о службе в Афганистане. Как покоряли Памир, о чем мечтали новобранцы и почему два солдата из Афгана заменяют экскаватор. А на седьмой полосе в рубрике «Мужская территория» рассказываем про охоту. Что значит поздравить с полем и почему нельзя прекращать охотиться в лесу, рассказывает охотовед Артем Кацин. Путь художника. История живописца Дениса Яцкова найдете на странице 8.9. Два года в Дубае Екатерина Попыванова скучала по Уралу и настоящим русским зимам. И даже в жарком городе умудрилась найти снег. Подробнее на странице 10. Зачем Полина Морозова крутится на спиннере и для чего нужен тулуп? Читайте на 19-й полосе. На лыжах до Балабана. Полевчанин Александр Камягин проложил 22-километровую лыжную трассу. Подробности на странице 20. На 21-й полосе тренер по лыжным гонкам Анастасия Медведева рассказывает, как растут будущие чемпионы. Человек не просто смертен, он внезапно смертен. На страницах 22 и 23 Вадим Филиппов делится воспоминаниями об известных полевчанах, которых уже не в живых. Читайте рабочую правду и будьте здоровы!